Всем привет! Вот уже полчаса как сидим в укрытии. Ночью не было покоя, ночью было минус 10, тревога. 4 часа, сейчас у ночи до 5 была тревога, были взрывы. В нашей области также были взрывы, работала ППУ или ПВО. Вы мне там пишите, почему я на русском, а не на ридней мове. Я могу чудово разговляться на своей ридней мове. Але не зрозумеют, не поймут те люди, которые меня смотрят во Франции. Русскоязычные, русскоязычные люди, которые за Украину, против войны. Они меня смотрят, я смотрела вчера статистику, Меня смотрят и в Польше, и во Франции, и в Австралии, и в Соединенных Штатах, в Израиле. Вот. Я же не только, конечно, мой канал больше направлен на, может быть, разъяснение, пояснение. Может, кому-то дойдет что-то в России, там, в голове. Поймут, что это бессмысленная война, никому не нужная. Может быть, дойдет. Я могу чудово разговляться украинскую. Но я хочу, чтобы меня услышали люди, которые не знают украинскую мову. И вот ночью была тревога, минус 10 на улице, да. Ну, наверное, люди, не то что наверное, а так, садисты, мазохисты, фашисты, нравится бомбить инфраструктуру, мирные города, чтобы дети, женщины в такой мороз шли на улицу, да, спасаясь в укрытие, мерзли. Наверное, это доставляет вам русские удовольствия. И вот сегодня опять с утра тревога, опять взрывы в Днепре, в Киеве, в Харькове, в Херсоне, в Кировограде, или как он сейчас, Кропивницкий, там, Черкассы, Полтава, Сумы, по всем городам. И вы знаете, единственная такая мысль, что даже не хочу озвучивать. Даже не хочу озвучивать. У нас морозец, солнечно, хорошая погода, а жизни нету. Сколько горя русские вы принесли в Украину. Сколько горя. Не надо мне писать тут за Донбасс. Вы бомбили Донбасс в 8 лет. Пока вас не было, никто никого не бомбил. Пока вас не было, пока вы не влезли куда-то. Как в Грузию вы влезли, так бомбили. Как в Молдову вы влезли, так бомбили. Везде, куда вы не лезете, везде бомбят. А пока вас нет, все спокойно, люди живут мирно, тихо. И никто не хочет войны, только вы. За что ваши дети погибают? За что в Украине? Подумайте. Подумайте. Там нечем думать, кому ты апеллируешь. Там нечем думать. За что вы хороните своих сыновей, мужей, братьев? За что они воюют? Если бы мы не напали Украинам и напала. Алло? То Украина на них, то НАТО на них нападает. То они воюют с НАТО. Если бы с НАТО вы воевали, уже вы бы три дня не просуществовали. Умные слова. Бахмут, блин, восемь месяцев они захватить не могут. Они хотят с НАТО воевать. Катастрофа, блин. НАТО мощнее вас в десятки раз. Да. В десятки. Концерн Эйпл, блин, больше вашей экономики всей России, блин. Окей, Эйпл может нет, а штат Калифорния в два раза больше. Экономика сильнее, чем вся Россия. И они хотят с НАТО воевать. НАТО даже еще не приходило. Вам вон с Иранцами можете потягаться. Ну, с Грузией еще. Вы даже с Украиной вы не дотянете. А, почему они дают вооружение? Почему? Потому что они защищают эту бедную, несчастную страну, Украину. Весь мир, весь мир помогает Украине деньгами, оружием, чтобы она защищалась. На вас же никто, даже Украина имеет такое оружие, которое свое, не западное, которое может бомбить ваши брянские, курские, шмурские дыры. Через Януковича, через всех вот этих пророссийских, они уничтожили. Да, но они сейчас вырабатывают. Но дело в том, что сейчас, вот сказал Данилов, что есть ракеты, которые могут вас достать. Но просто в Украине люди, которые знают, что там дети, женщины. А вы же не люди, вы вот бомбите, вот мы старые. Я старая женщина, я только проснулась, да, и я вынуждена идти в укрытие. Мой внук, наш внук пошел в школу, и он сидит сейчас сразу в укрытие. Алло? Пожелать вам? Желаю. Вы знаете, желаю. Сколько уже нервов, сколько здоровья, сколько сил, сколько уничтожено людей, ни за что, ни про что, мирных людей. Я не говорю уже про тех матерей, которые хоронят сыновей. Вам все равно, вы там мечтаете. Они мечтают, они русские мечтают, наверное, о ладах, о шубах. Они хвастаются, что им дали вместо убитых. Татастрофа. За что? Променять мужа на шубу. Хохлы, да то хохлы. А что вам эти хохлы сделали? Чем я хуже, украинка? Чем я хуже вас? Чем я гірше? Что я не тою мовою разговляю? Да у меня хорошая мова, славянская. Такая, как в Польше меня понимают, в Польше поляки. Я с ними не на мигах разговляю. Мы же не так гарно, потому что я в Совке выросла, да? И меня заставляли, навязывали этот русский. Я вынуждена была уже, да, разговаривать этим русским. Да, мы всех навязывали. Всех заставляли. Немцы, у меня муж немец русскоговорящий. Из Казахстана, он не русский немец. Он немец. Который разговаривает на русском, потому что всем навязывали. Им же не навязывали казахский, а навязывали русский. Пиздец, по всем странам, республикам. Специально русский цифицировали. Да, специально. Специально уничтожались. Пушкин, Лермонтов, Достоевский. А украинских письменников никто и не знает. А они были, почему нет? Почему нет? Гоголя сделали русским. Он в Украине родился, он в Украине. Тот же Гоголь. Тот же Бувнин родился в Киеве. Тот же Куприн и так далее. Желаю вам того, что пережили украинцы. Они завяжутся. Будут переживать все хуже. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Слава ЗСУ. Украина переможе.